Ровно в 8. Начинаем по двойной комиссии. И на вас бюллетени членов комиссии с решающим голосом. Смотрите, проверяйте. Школа номер 34, участок 10.21. 8 утра. Избирательные урны уже проверены. Бюллетени со списком кандидатов разложены по столам членов комиссии. На участок подтягиваются первые избиратели. Любовь Воробьева от экрана голосовать обычно не ходит. Просто на этот раз день выборов совпал с рабочей сменой. Любовь Николаевна признается, она уже опаздывает. Но что делать? Гражданский долг выполнить надо. Потому что считаешь, что нужно выбирать. Почему? У меня дети и внуки. Я хочу жить, и дети хотят жить, и внуки хотят жить. На этом участке в списках числится 2500 человек. С ними работают 15 членов комиссии. 13 из них здесь, на самом участке. Два человека у нас находятся на выезде, будут находиться. Потому что есть пожилые люди, инвалиды, которые не могут прийти. Но звонили и очень просят к ним приехать. Процедура голосования очень проста. Избиратель подходит с паспортом к члену комиссии. Берет бюллетень и проходит с ним в кабинку. Один из соображений конфиденциальности. А вот это избирательная урна нового поколения. КУИП. Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Она сама автоматически все принимает, считает количество проголосовавших и сильно упрощает жизнь избирательной комиссии. Помогают разобраться с работой КАИБа вдвое специалистов. А на случай, если в здании вдруг отключат электричество, предусмотрена стандартная урна старого образца. Так что проведению выборов помешать ничего не должно. Проголосовать сегодня можно в любое удобное время. Главное успеть до закрытия избирательного участка. То есть до 20.00. Продолжение следует...